Силы армии обороны Арцаха Однако, как говорил Мишель де Монтень, не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. Что же касается горы Караглух, то там 8 позиций занимают силы армии обороны Арцаха и 4 позиции армии Азербайджана. И сейчас переговоры ведутся только об освобождении азербайджанскими военными позиций на горе. Печально другое. Находясь в армянском селе всего лишь два дня, до тех пор, пока их оттуда не прогнали, азербайджанские военные умудрились за такое короткое время осквернить армянское кладбище, выкопав зачем-то из десятка могил останки. Однако арцахцы как никогда крепки духом. Люди, прошедшие уже несколько войн, готовы идти до конца, но решить арцахский вопрос и обеспечить своим детям спокойную жизнь на любимой земле, а не жить в ежедневном терроре. Людям нужна определенность. И как стало известно сегодня, в Арцахе на неофициальном пока уровне появился призыв провести референдум о вхождении в состав России. Во избежание физического истребления армян Арцаха, в надежде спасти остатки растерзанной родины, предлагается соответствующим органам создать совместную рабочую группу из известных, уважаемых общественных деятелей с целью обсуждения следующего. Оценить риски и, возможно, кратчайшие сроки организовать общегосударственный референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Говорится в призыве. Подписан контракт на приобретение и совместное производство российских бронеавтомобилей «Буран» для нужд Вооруженных сил Армении. Цех по сборке бронеавтомобилей уже построен в Армении. В скором времени первые «Бураны» пополнят армянскую армию. Армянская команда «Физмат Армения», в которую вошли ученики Ереванской физико-математической спецшколы, заняла первое место на российском конкурсе-фестивале «Робоарт». Ее конкурсный проект победил в номинации «Производство робототехника». Разработанная армянскими новаторами, система автоматически поливает землю, увлажняет воздух и включает отопление. Жители армянских многоэтажек смогут сообща устанавливать солнечные панели на крышах. Сейчас пользователем солнечной панели может быть только один домовладелец. Однако с 1 мая этот порядок будет изменен. Со владельцами одной солнечной панели могут стать до семи домохозяйств или юрлиц. Теоретически договориться между собой можно будет расположенным по соседству частным домам, пекарням и другим субъектам малого бизнеса. В Армении уже действует несколько сотен автономных солнечных станций, которые произвели за прошлый год более 73 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Заместитель торговой палаты Ирана Мохаммед Реза Карбаси заявил, что Армения проявила желание начать совместную деятельность с Ираном в сфере автомобилестроения. «Через Армению мы можем экспортировать товары в Европу и страны Евразии. Для улучшения экспорта в Армению необходимо обеспечить таможенную инфраструктуру», – добавил он. Россия передала Армении в качестве помощи пожарно-спасательное оборудование и спецтехнику. Их привез директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев. На встрече с ним временно исполняющий обязанности главы МЧС Армении Армен Памбухчан обсудил вопросы развития Российско-армянского центра гуманитарного реагирования и строительства там многофункционального ангарного комплекса. Памбухчан поблагодарил российскую сторону за сотрудничество. Напомним, накануне в Армении арестовали по подозрению в коррупции главу МЧС Андроника Пилаяна, теперь уже бывшего главу. Товарооборот между Арменией и Ираком увеличился, достигнув в 2021 году 185 миллионов долларов. Напомним, что в Ираке проживает более 3200 армян. Армянские инженеры создали простые и легкие беспилотники. На выставке оборонных технологий Arm High Tech представлены два беспилотника команды Air Worker – разведывательный и ударный. Разведывательный беспилотник запускается ручным броском, а посадку совершает на парашюте. Он может оставаться в небе до полутора часов. По максимальной высоте и времени полета он уже превосходит первые модели Байракта Армении. При этом армянская модель очень недорогая и легкая. Он намного дешевле, чем беспилотник или снаряд, которые могут его сбить. Также на проходящей международной выставке вооружений и оборонных технологий Arm High Tech 2022 был впервые представлен армянский разведывательно-ударный беспилотник с лазерным наведением производства компании Davaro. С 23 апреля авиакомпания Transavia начнет выполнение полетов по направлению Париж-Ереван-Париж. Подробности представляет ЗАО «Армения» – международные аэропорты. Согласно информации, рейсы будут выполняться с частотой полетов два раза в неделю. Сегодня ознакомим вас с одной из самых быстрорастущих компаний Европы, которую основал армянский предприниматель Гегам Азатян. Dexetel – это платформа цифровой связи, которая предоставляет телекоммуникационные услуги. Сегодня у них более 800 клиентов по всему миру, 300 из которых – крупнейшие компании мира. Viber, Vodafone, China Telecom, T-Mobile и другие. В рейтинге тысячи быстрорастущих компаний Европы Dexetel занимает 273 место. Все вам удобнее. Оставайтесь с нами. А мы будем работать еще лучше, чтобы вы всегда оставались на армянской волне вместе с Айк-Медиа. Референдум по вхождению Южной Осетии в состав России и остальные юридические процедуры пройдут после выборов президента 10 апреля. Накануне президент Южной Осетии Бибилов выступил с заявлением о том, что Южная Осетия в ближайшее время предпринят юридические шаги для вхождения в состав России. Это государственный театр имени Ваграма Папазяна, который имеет богатую историю. Из-за планируемых строительных работ на данный момент театр действует в Дворце культуры и молодежи города Степанакерт. Малый зал и сцена дворца были переделаны и несколько адаптированы к требованиям сценического искусства, что позволило создать театральную атмосферу для зрителей, а актерскому коллективу создать интересные постановки. Сразу после войны театр возобновил свою деятельность. Даже при отсутствии элементарных бытовых условий он продолжил ставить пьесы и воодушевлять народ. В 2021 году вниманию зрителей предоставили три постановки. В этом году Степанакертский государственный драматический театр имени Ваграма Папазяна также обещает своим зрителям активный театральный год. Он приступил к сдаче трех постановок, премьера одной из которых была в марте. Сейчас работают над второй постановкой, которую планируют показать в мае. Субтитры создавал DimaTorzok и в последние годы, которые были в мае. Субтитры создавал DimaTorzok и в последние годы, которые были в мае. Степанакертский государственный драматический театр имени Ваграма Папазяна во все времена был одним из лучших очагов эстетического и морального воспитания поколений и продолжает оставаться таковым в сегодняшних трудных условиях. В школы Еревана поступили более 30 новых учеников из России, Белоруссии и Украины. Они будут учиться в 11 школах Еревана. 30 в русских классах, а четверо в классах, где процесс ведется на армянском. Все они переехали на фоне событий на Украине. Ученики, если они иностранцы или имеют двойное гражданство, сами выбирают язык обучения. Центр распространения русского языка откроют в Иереванском филиале МГУ. Идею поддержал ректор университета Виктор Садовничий. Вуз готов помочь центру идеями, знаниями, опытом. К 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Италией в армянской церкви Сан-Никола да Талентино в Риме представили новую книгу архитектора Ара Заряна и реставратора Кристин Ламуре. «Дадиванг. Сохранение и реставрация фресок церкви Каторике», построенной в 1214 году, датированной в 1297 году. Предисловие к изданию составила известная итальянская писательница армянского происхождения Антония Арслан. Изданная на армянском и французском языках, книга состоит из почти 500 страниц, где на фоне многочисленных иллюстраций рассказывается история обнаружения, очистки, реставрации и консервации фресок монастыря Дадиванг. Читатели познакомятся с армянским историко-культурным наследием Арцаха. Ежегодный международный фестиваль интеллектуальных игр «Дилижанские игры-2022» прошел с 25 по 27 марта. Фестиваль проводится в Армении уже в восьмой раз. В нем приняли участие 23 команды знатоков, 10 армянских и 13 иностранных команд из 9 стран, в том числе из России, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Латвии, Эстонии, Грузии и Швеции. Победителем в турнире «Что, где, когда» стала команда из Санкт-Петербурга «Эклипс». В брейн-ринге сильнейшей стала армянская команда «Нуих». Арсен Аручунян стал чемпионом Европы по вольной борьбе в Будапеште. В финале со счетом 15-3 он победил представителя Турции Сулеймана Атли. Ереван с 21 по 31 мая примет чемпионат Европы по боксу. В чемпионате, как ожидается, примут участие почти 280 спортсменов из 35 стран. Соревнования пройдут в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана. За поединками можно будет следить и на экранах фан-зоне. Ее откроют у Лебединого озера в центре Еревана. Сделали лучше, чем обещали. Югстрой Империал. Спасибо. Спасибо за внимание. Продолжение следует...